земля цвета вернет вот это вот вот это вот я специально взялся потом специально не искать я перефотографировал свою фото галерею это маленькая часть 2007 год видите вот 2007 2008 вот эти вот я долго раскачивался и не скажу что я все 37 лет так и занимался удовольствием очень много потратил вырастить промышленный сад который начал подносить и был сожжен жестокое это беспощадно да а на это между прочим у меня получалось так что все что я делаю она не просто получалось а она была лучше чем назовем это дети а родители дедите пусть вегетативные дети веточка с какой-то материнского дерева пусть вегетативные а это все вегетативно здесь нет ничего с косточки выращены она сразу превратилась не просто чудеса если бы крупный план а люди-то на чужих сайтах видят мошенников вот это украдены вот это украдены вот это украина фотографию украден и украдены украдены амур прям бесстыдно своей линейкой прямо украден проценте вот черный черный абрикос переделали украден Вот эту фотографию сейчас покажу. Ахните. Всем мировая элита мошенника украла эту фотографию. Сейчас покажу. Украдено. Так? Вот. Ну там, где моя физиономия, там не украдено. А там, где моя жена была, сказано так. Это все сказки, это фотошоп. То есть фотография не настоящая. А сейчас я покажу. Почему я это говорю, сейчас поймете. Я изучил сотни сайтов. Все фото из интернета, кроме нескольких. Из интернета. И не только мои. Там есть еще и Латинкова есть. Еще есть. Вот. И что получается? Смотрите. Не искал, а то, что само лезет. Вот просто лезет. Видели эту фотографию? Она не такая уже выдающаяся. Этот самый. Но меня покоробило то, что с этой фотографией продаются какие-то дровишки непонятные. Ясно, что фотография моя. И стоит 270 рублей. Но бутылки водки уже такой нет. Потому что это значит, что это самопал. Смотри. По цене отравленного самопала, после которого люди оказываются в реанимации, на том свете. Это оценили мою фотографию. Вот. Ну, это уже попутно попалось. Малиновое дерево. Малина всего год. Ремонтантная или два года. Обычно малина плодоносит. Откуда дерево-то взяться? Вот. Тем не менее, нарисовали и продают. Вот. Все это на глазах всей страны. Наука молчит. И просто все по барабану. Потому что бульдозеры им не до нас. Вот. Вот это вот. Видите, что здесь написано? Мнение садовода. Вот это вот за три месяца от... Сейчас поймете к чему. За три месяца от семечка до урожая. Три месяца. Это уровень нашего воспитания. В школах. За три месяца. А ведь они, расчет-то, что дураки-то есть, вот они. Это не то, что там привитое дерево через три месяца плодоносит. Это от семечка до урожая три месяца. Не три года, а не десять лет, как обычно. Вот. Я купил вашим твой дерево, потому что хочу быть уверенным. Смотрите внимательно. Сейчас я вам покажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Ладно. Хотел это... Дело в чем. Так у меня выпала фотография. Здесь была моя физиономия. Помните? Моя. И вот вся вот эта, до последней запятой. Я купил вашу, потому что Бог не будет уверен. Когда я возмутился, до них дошло. Моя фотография была сменита. А это, которое якобы его письмо, осталось то же самое письмо. То есть выстряло из пальца. Вот это, у меня зло берет, наш уровень образования. Как можно выпустить человека, который со школы, который получил аттестат зрелости, а потом пойдет и купит, захочет иметь апельсины, лимоны, вишню, древовидное дерево, которое должно иметь зимний период спячки. Еще и это, получается, четыре урожая в горшок все разу можно посадить за год, и все разу будут плоды. Вот как мне вот это зло берет, когда это кончится. Еще раз показывайте мне разу. Подлейшая фотография, что они, сейчас вы поймете, почему я их помогаю закопать. Уже, может быть, мой гвоздь в их гроб будет последний. Потому что не нужна такая академия. Понимаете, не нужна. Огромное дерево. Не то, что люди будут думать, когда покупать будут воду, не на заднем плане. Они будут думать, что она выросла здесь. А когда выдернут, там не будет ни капельки земли приставшей, никакого кома не будет. Помните, я вам показывал Сергея Железова с комьями? Какая красота. Вот это вот, они позируют. Посмотрите, как он сидит. Видите? Они делают вид, скажут, ребята, присядьте. Сделают вид, что вы это выращиваете. Да, выращивают. Дерьмо. На вечную смерть. Это, наверное, это то же самое. Как здесь у этого не выживет. Вот. Только они немного поменьше. И это фотография современного сайта прошло 60 или 70 лет. Что изменилось? Вот они, девочки. Что, ребята, чего вы научитесь-то? Что вы выйдете отсюда? Вы же ничего не знаете, не умеете. Ни одна из вас агронома не упадет работать. Мало того, кто вас возьмет, агроном? Ну, я не удержался. Самая подлая фотография всех времен и народов. Сайт Татимирайзинской академии. Подлая, предательская, смертельная. Наука. Какая хрен наука? Все это лишнее. Все надо уничтожить. У них должно быть так. Первое занятие. Запомните, ребята. Урожай зависит от площади листьев. И лишних веток не бывает. Все. И если уже резать, то это в крайнем случае, это сто раз, это где жидкость, даже не семь раз отмерить, а потом отрезать. Вот. Чтобы вот это когда-то вакханалия прекратилось. Подлость невероятная. Стоит мне только, где отрезать ветку. Сразу вся часть ветки сухая. Стоит ветку целиком отрезать. А я поначалу резал. Сколько садах я обнаружил. У меня сотни фотографий. Обвинения. Хоть бы одна. Отреза она бы заросла. Ну, ни одной, твою мать. А говорят, вот так отреза растет. Ни одной из сотен. Ведь пора этого. Ну, не понимаете вы это. Переняли от своих предшественников. 19 века. От Южного Садоводства. Помните, как это Каншина книгу выпустила. А там десяток авторов. Это Молдавия, Грузия. Это что? Север или юг? Германия. Это самое. Белоруссия, Украина. Это что? И режьте, 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 режьте. На север двигает. Смотрим дальше. Сейчас самое смешное начнется. Когда я обнаружил вот это вот. Да? Вот. Предыстория была. Вы ее даже знаете. Питомник растений РХСОМХСА имени Тимирязева. После этого была переписка Павла Тарценко. Я ее вам озвучил. Агроном, который отвечал на вопросы. Прервано переключение успешно. Надеюсь, вы меня видите. А то тут на экране внизу написано. Прервано было. Если вдруг вы мне позвоните кто-то. Может быть, Юрий Железов. Вот. Еще кто-то, кто знает мой телефон. И скажет мне спокойнее будет, что я могу спокойно говорить. Потому что тема важнейшая. А пока на всякий случай продолжаю. Вот. Тогда мы просто делали. Мы перезагружали. Когда прервалось надолго. Вы можете все нормально. Может, вы меня слышите. Но хорошо, если кто-то позвонит. А я продолжаю. Итак. Было вытянув, выдавил из агронома ответственно за продажу саженцев Тимирязевой Академии. Он выжил из него признания. Абрикосовый сад есть в Тимирязевой Академии, но не плодобосил. Поэтому и фотография Железа оказалась там. Это позор невероятнейший. Понимаете, тут... Сейчас, секундочку. Слушаю, Юрий Леонидович. Алло. Спасибо. спасибо, а то я боюсь дальше говорить. Ладно, вещь, это был когда-то исторический случай, когда наш знаменитый этот комментатор по футболу вел трансляцию из Лондона. Там наша сборная. Вот. И он не знал, слышат, орал там, гол, наши победили. Он не знал все 90 минут, был или не было слышно россиян, этим самым, советским людям, в каком он был состоянии, когда он потом говорил, что чуть с ума не сошел. Он говорит, орет, гол, наши победили. А вдруг его никто не слышит. И вот я в таком ситуации. Ну, пока, брат. Так, теперь, значит, продолжаем. Итак, это случилось, но прошло время, когда среагировало, я говорю, это сейчас для Павла Троценко, вот о чем. Значит, мы сцепились с Миралеевой, с Сады Урала, стыдно, 6-8 фотографий, вот, было украдено, попались, извинились. И на этом, конечно, можно было довести до суда, потому что я из-за них это самое, пострадал морально, так как меня сочли, меня, реально, за мои фотографии шли плагиатором, но это мы проходили, но и шли месяцы, 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 и я зашел на Тимуральскую академию, почему? Я не могу успокоиться, если у них вот такие выпускники, как Наталья Медведева и Ольга Исаакова, я почему их фамилию называю, почему их позорю, не извинились, с дикой злобой, с оскориемлением было воспринято замечание, мой брат вот сюда звонил, о том, что нельзя калечить деревья, он им только замечание сделал, злоба была несусветная, потом слово засло, потом все это было, что вы мошенники, у вас, ваши косточки дадут эти самые, только дикарей жердели, помните, хотя ни одной не стало из тысяч этих, уже сколько писем пришло, пока ни одной, вот это было, и благодаря им я и добрался и до Академии, как, до Тимирешки, я несколько фильмов создал для их руководства, как бы руководства действия, вот тут справьте, делайте, это не наше личное дело, можно и дальше спать, поменялся, там ректор, а что он понимает в этом, ничего, так же, как эти выпускницы, которые учили калечить деревья, вот, и продолжают сейчас, думайте, они перестроились, они теперь уже навсегда, и я обращался в скобках, писал, будущему ректору и знак вопроса, а вдруг подействует, что бы получилось, друзья, посмотрите, 4 сентября, ну, то есть, 9 дней назад, я захожу, и что я вижу, опять моя фотография, но уже не там, где торгуют, а уже здесь, на самом сайте, и что я узнал, ребята, сейчас вы держите за стул, я тогда взял, смотрите, я ничего не выдумываю, я лезу в интернет, поехали, сайт, сайт Теверевская Академия, я ничего не придумал, нет, саженцы, саженцы, это я дальше, это я открыл, этот сайт, уже внутрь попал, саженцы Теверевская Академия, вот они, абрикосы, вот еще абрикосы, вот еще, еще, и я нахожу внимание свое, вот он, но сейчас, это не конец истории, но вы, посмотрите, они на своем сайте, размещают фотографию, и она должна, вот как тебе, тут трое детей высоковознавших этих, студентов, которые нихрена, втроем садили, в пятиметровый горшок, огромное дерево, да, а ведь это халтура, подлость и предательство, и будущему, покупателю, и вообще, чему они научились-то, халтурить, и вот, такие фотографии, да, это одна из них, но она моя, они должны украсить сайт, они должны украсить, и мне сколько лет, абрикос успех, заметьте, подчеркну, фотография моя, я с ними до конца разберусь, а пусть благодарят выпускниц, если бы они не долбили бы, мы выпускники-демирайзики, а вы какой-то металлур, ну типа же были три брата, два умных, один металлур, то есть вот это имело в виду металлур, не заслуженный металлур, не орденоносец, не лучший, который здесь, что-то изобрел, даже с удовольствием, лучший изобретатель города Дорильска, инженер, настоящий, представляете, и они, благодаря им, я сейчас добрался уже до руководства, вы кого выпускаете, твою мать, вы кого выпускаете, вы посмотрите, что делало это, я это в виде митинга, но мы с вами уже, в принципе, все изучили, я могу себе позволить расслабиться, штамп, пять веток, одна более вертикальная, четыре бока, вот такие вот семилетние дерева, это самое, отрезайте, вот на такой высоте, отрезайте на кольцо все четыре, это ужас, это невозможно себе вообразить, чему вы их научили, ректор, про ректор, может не вы, может ранее, чему вы их научили, а они теперь, это крупнейший сайт, миллион сто тысяч подписчиков, и они там этого учат, убивать дерево, не просто калечить, убивать, вы бы видели ту фотографию, а стоило нам с братом рот открыть, вся грязь оказалась тут, и вот смотрите, имею я право так, на такое, как это называется, на такой, на такой, абрикос успех, новый сорт отечественной селекции, получен от Вильяминов, в результате опыления сорта, смесью пыльцы, ну когда говорят смесь пыльцы, то девочки, это Ольга с Натальей, вы тут, оказались не правы, когда речь идет о смесье пыльцы, также смесью пыльцы занимался, это гениальный садовод, Байкал, сибиряк, мой земляк, вот, это и есть, а то, что вы назвали, свободное опыление, как бы там было, лошадь мошенничество, так назвали, а что, Вильяминов не этим занимался, а, как это понимают, вы хоть маленько-то разбирайтесь, сидите своим люпином, так и занимайтесь с люпином, мало у нас этого добра, чтобы новые сорта еще выводить, и вот они, пожалуйста, все это, то, что здесь написано, размеры, к этому фотографии, все, что здесь написано, это называется характеристика, не имеет ни малейшего отношения к моей фотографии, нахрена вы это опозорились-то, а я скажу почему, вы ее брали в интернете, как сказать, как эту фотографию, вы брали как безымянную, это надо было когда-то виноградову увидеть, он умеет находить, и он меня научил, внимание, смотрите, вы в какой ряд попали, вы помните, я выше написал, что, про мошенников, когда я, я могу это еще раз делать, смотрите, итак, учитесь, я беру, нажимаю правую мышку, это к тому, что когда-то вам тоже захочется иметь, найти изображение в Яндексе, вот оно, приготовьтесь, вот эта фотография, видите, уже, вот я не зря Байкалов вспомнил, Сибиряк Байкалов, фотография моя, надо было на это, назвать Сибиряком, пожалуйста, фотографию украли, вперед, и вот мы пошли, если все это, смотрите внимательно, он уже тремосеверный, а он уже восторг, он уже успех, он и Серафим, кстати, он и есть Серафим, вы видели, что делается, вы видели, вы как это, посмотрите, 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 я стал этим самым жупелом, или как там, мошенником, вот он и Черный Принц, вот он и Саратовский Рубин, а, а что мы думаем, думаете, это все, так, Юра, Юрий, вы меня слышат, потом, именно вот это вот, мы это, митинг, выдели отдельно, еще отдельно, фильмов, сделай, пожалуйста, думать это все, вот она, эта фотография, вот она, вот смотрите, все, за курсором сидит, а вот это еще плюс, изменили, чуть-чуть, это тоже, она же, а теперь ее развернули, на другой бок, опять она, вот, вот это вот, веточка, вот она вертикально, вертикально, теперь она горизонтально, положим, еще куча, а вот еще, ну, дальше пошли, это моя Фаина, это моя Фаина, как Фаина тоже ворует, вот, поняли, да, но это дальше, это уже другая тема, тут еще много моих, мои фотографии оказались лидерами мировых, самых красивых изображений, и это Сибирь, тимирязицы, да мои, ученики, мои помощники, некоторые из них самостоятельные личности, они без меня бы, это самое, и с красными дипломами закончили, и ездят по этим самым, или вот жалко, что Юлия Матвеева, наверное, никуда не ездит, ограничилась питомником, пропадает таланты, пропадает в прямом смысле, вот их польза, отдайте им кемерязевку, есть постаршие ребята, вроде Сергеева, Николая Георгиевича, правда, немножко староват для ректора, а почему и староват, у нас это самое, президент Соединенных Штатов Америки, если ничего, справляется, хотя старше нашего Сергеева, уральского суперсадовода, вот, ну, короче, отдайте тимирязевку, через пять лет, вот это все, что вы видите, вот на экране, вот, все это будет там плодоносить, вы думаете, нарочно, это так получилось, что я вам показываю, невыдуманные истории, в двадцатом году, осенью, посадили саженцы от Железова, и уже это, первый же год уже сколько там, 60 или 80, плодо получили, ну, что это такое, вы это умеете, вы умеете скрестить, сорт А, сорт Б, 80 лет ждать урожая, а работа кипит, а ничего нет еще, а потом дождались, и снова это скрестили, потому что нужно F1, F2, F3, F4, F5, F6, и уже когда вы будете на пенсии, это, как это, с помпой, 30 лет уральские ученые трудились, вывели новый сорт сливы, я вам сейчас по десяткам судов повезу, где крупнее, и вкуснее, и это, и морозостойче, чем тот самый сорт сливы, и также груша, я залаживаю интернет, и эта груша, также на десятках сайтов, как можно создать сорт, чтобы фотографию списывать, с интернета, прилепить, вот что вы натворили, вот что вы натворили, видите, Саренцы, Теретиковская академия, все выдумано, все из пальца, а человек зашел за сайт, красиво звучит, как настоящее, как бы выразился бы это, чушек какой-то, видите, вот он, я отсюда взял, а я теперь не верю ничему, если я вот это вот сейчас возьму, и окажется, что все они взяты из интернета, интернет-то, ой, жалко, не буду я на вас время терять все, ладно, все, рассказал, как не стыдно, как не стыдно, и вы это время, тратите, в конце концов, это хоть и нищая наука, но это все равно миллиарды, вы нам дайте 1% от этих денег, мы вот это повторим тысячекратно, нам бы земли купить гектар, я вот пишу, клон абрикоса Серафима Джелезова, да, это мой клон, у меня 3 учебных фильма, не учебных, а познавательных, скажем, трижды я в этом саду, где 100% мои абрикосы плодоносят, и так получилось, я сам не знал, когда я приезжал, когда я снимал эти фильмы, разговаривал с хозяевами, я не знал, что это будет страшным доказать, что пусть это для меня было неожиданностью, я потом валюту убил, но это мое, даже если бы это было не мое, а просто обнаружил, я бы сказал, Тимирезовцы, да вашу мать, да хватайте, и что я сделал, 14 августа, 21 года, я сделал эту фотографию, сегодня 13, прошел ровно месяц, ну и где наука, вот я и пишу, может успеют до бульдозеров, еще вариант, можно поднять, наука это переделка, учебных программ, естественно, новая программа будет, так запятой повторять все мое, это понятно, потому что больше альтернативы нет, еще и здесь будут учебные фильмы, и не последний вебинар, вот, но дело в том, что есть второй путь, науку, по-моему, пока не вымрут, есть такое выражение, мамонты, да, ведь смотрите, когда мамонты были уничтожены, правда, ученые считают, причем не безоставательно, что это результат катаклизма, так как они в одной части пропали, изменился климат, они вымерли, и тогда только, вот такие вот такусенькие, эти землеройки, с этими самыми, но, с молочными железами, вот, они тогда только смогли вылезти из земли, и расплодиться, ну, до этого их просто, чик, сжирали, эти же самые, динозавры были не только 30 метров, думаю, но были вот такие динозаврики, все это сжиралось, и тогда только это, так вот, чтобы мы могли, уже, наука, еще раз говорю, мамонты не вымерли, есть другой путь, это возможность, широкого внедрения, в сознание, миллионов людей, но для этого нужно с экрана, вот это убрать, вот эта звезда, я это, я говорил, как, уберите их с экрана, я их предупредил, я не орал, тут, как сейчас ору, я им сделал специальный фильм, я выставил, на этот самый телеканал, уберите, прекратите это самое, а они, в последнем фильме, опять уже, малые было того, что в павильоне, уничтожило муравейник, уксусом поливало, это самых главных защитников на земле, придумать такое, искалечить дерево, дерево искалеченное, становится беззащитным, перед жуками, гусеницами, плодожоркой, тлей, абсолютно, и вот они все жрут, а их жрут, в свою очередь, муравьи, это их, охотничьи угодья, искалеченное дерево, не вы не калечите его, не калечьте, сколько водите, опять Софью с Еленой водил по своему саду, вот сколько прошло, 3-5 дней, ну что это творить, это ведь это же дерны, нетронутые, муравейники, никто их не трогает, подвожу, говорю, покажите хоть одного муравья, 3 полно, ну как полно, относительно полно, я же не прескарю, каждый свою долю жрет, каждого свое, когда тляс выполняют свои обязанности, муравьи их съедают, это уже другое дело, съедают, не защищают, они об этом не знают, уничтожить муравейник, и прошли это, я уже это проклял их уже, уже все бы, это на телевидении написал, угомоните, большое дерево, 50 или 100 лет, вот такой муравейник огромный, здоровый, и они опять поливают, посыпают ядами, и хи-хи-ха-ха, дикорос, который муравейник, защищал десятки лет, ищи, просто защищал, он его еще и кормил, потому что все, что съели, а это муравейник большой, а лет десятки, а это там десятки, сотни килограмм органики, это отходы от муравейных, от меловейных это, назовем муравейного туалета, это все доставалось дереву, что вы творите, обживать вас, а вы сами такие, это вы просто жертвы этого, какие бы ни были кандидаты наук, ну, выдуманной технологии, а знаете, почему я тут фотографию поместил, у меня, не успел я показать, я не посадили этот уродливый саженец, просто не успел, вот, и, просто, забудьте, друзья, она не знает, как состав почвы, она не знает кислотность, она не знает ничего, они привезли, раз, два, три, четыре, пять, еще чего-то там, в этих, флаконах, все это будет сюда высыпано, зачем, у ребенка, если кормить шоколадом, что будет, шоколад, 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 ну, что, он уже вот такой, он будущий диабетик, а здесь еще страшнее, здесь нормы-то в сто раз больше, ребенка не перекормишь, у него желудок откажется принять, вот, видели, я уже очередную фотографию, на черта ты отрезаешь это, кто тебя просит, дерево просит, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, просто, чтобы было, чем время занято, а вот эта девушка, я когда-то на нее, возлагал, большие надежды, вот, да, согласен, да, королева красоты, да, приглядел ее ректор, да, посадил, ректор, должен, ректор университета, Тюменский кажется, да, Тюменский, у него нужно было красивое, это как, престиж, да, престиж университета, самую красивую девушку посадили, а что там, чай налил, кофе, еще надо уметь кофе, да, это непросто, и чай заварить тоже, талант надо, вот, и бутербродный сделать, и все понятно, вот, и не перепутать бумаги, все-таки он ректор, а потом он идет, министры, представляете, он идет министром, сейчас скажу, как правильно, науки и высшего образования, это нормально, наш сибиряк, все, ну, слаб человек, взял ее туда, кем, замминистра, я туда подумал, вот она свежая кровь, а вдруг до нее дойдет, я несколько раз показывал ее, любовался ей, да, красавица, вот, она не такая, что это на снимках, и дети у нее есть, и все серьезно, вот, а вдруг это свежее, а вот такие надо, помните фотографии, стыдно показывать, огромный зал, и все спят и храпят, это называется заседание президента, Верховного Академии Наук, эти фотографии влетели весь мир, вы что думаете, после этого их просто взяли всех, и молодых набрали, вроде Савинича, или это самое, или ее подруги там, Софья, или Сергей Жередов, который все-таки, не как я, самоучка, а агроном натуральный, с дипломом, а? Тишина, а в это время, наши эти, продолжают, гноить деревья, приемы простенькие, о том, что это смертельное, откуда ей знать, ей сказали, нагреби снегу, и прикрой, чтобы он дольше не таял, чтобы быстрее сгнило, о чем она не догадывается, вот он, пожалуйста, будущее науки, это я так думал, я вам сейчас анекдот расскажу, дело в том, что, сейчас, знаете, анекдот, он не анекдот, это самая жизнь, в жизни такие бывают, я пойду только горячую кипятку подолю, да и устали вы, наверное, без перерыва больше часа говорю, спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. . 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